здравствуйте дорогие зрители ну сегодня мы расскажем вам о некоторых сплетнях мыльного мира ну почему некоторых ну потому что опять у нас те же самые герои которые просто не слазят со страниц желтой прессы ничего не поделаешь вот вот такие вот новости что имеем то и поем ну кто такие наши герои это вот эти две знойные девушки нинель конда и арасиль арамбула создается впечатление что эти две дамы просто не могут жить без пиара и даже то что этот пиар заменил им саму жизнь как таковую ну что же приступим и так нинель конде отличилась за эти несколько дней на всю катушку ну вот когда мы последний раз мы встречались субботу да так вот в субботы тут произошло куча всего ну сначала она устроила свару в твиттере с нынешней пассией своего бывшего жениха хосе мануэля фигуэро женщину эту зовут имели клямент эмили надоели двусмысленно интервью нинель а ее большой не то любви не то дружбе с хосе мануэлем и эмили попросила эту бесстыдницу то есть нинель держаться подальше от своего сокровища и вообще не вмешиваться в их отношения ну нинель как всегда ответила что понятия не имеет о чем эта девица изволит говорить и вообще она только защищается ну вы знаете как она это обычно делает защищается 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 и опять защищается ну вот предмет разборок не выдержал и отписал в твиттере своей подруге что только она одна для него и существует а потом дал интервью и сказал что хотя убийственная конфетка занимает особое место в его сердце но поближе к кошельку надо полагать счастлив он только со своей эмили надеемся девушку ненадолго успокоили но не теряет даром времени и бывший муж нинель хуан сипеда не так давно ведь они развелись да буквально месяц назад и вот его уже подловили на концерте с очаровательной блондинкой завод эту блондинку анна ривера она колумбийская актриса и вот понимаете любовь 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 еще раз любовь соревнуется видимо бывшие супруги кто кому доходчивее докажет что плевать они друг на друга хотели ну и что вы думаете за хуаном осталось последнее слово как бы не так вот и нет нинель тоже решила засветиться примерно в таком же контексте более того некоторые издания написали что у нее теперь официальный жених бизнесмен живание медина ну парню 27 лет а нашей даме чуток постарше она у нас да есть 43 хотя везде пишут что и не то 36 не то 37 путаются показать но пикантность не в этом а в том что познакомил их когда-то хуан сипеда представляете какой удар ножом в спину покинутому мужу и вот теперь сипеду обуяла ревность он написал такие твиты по адресу джованни что просто любодорого там говорят в живую чуть до драки не дошло вообще было бы интересно посмотреть как 57-летний мужик борется с 27-летним мужиком анинель стоит день посерединке закатывает глаз и говорит ой ну что вы мальчики ну не надо да ну анинель которая якобы счастливая невеста тоже не устояла от соблазна показать бывшему кою морду и прямо на конкурсе смотри кто танцует показала себя значит она у нас там судья и вот одна из конкурсанток мария лиза камарго который с конкурса попросили уверены что это произошло из-за мининель дело в том что мария лиза мария лиза подруга анри веры вот той самой блондинки с которой сейчас встречается фуан сипеда ну вот а вы говорите сериалы да любой из них отдыхает по сравнению с этой реальной жизнью вторая наша героиня араселя арамбула отрицает разрыв с себастьяном руле из-за мигель то есть сам разрыв она не отрицает типа да разорвали отношения а все остальное отрицает упорно говорит что она сейчас много работает что счастлива и всякое такое ну и в общем недовыяснение отношений она занятая женщина и вообще отстаньте ну а с чего бы ей быть счастливой то извините если луис мигель собирается выкатить встречный иск ну дело в том что если все ее требования будут удовлетворены то солнце мексики будет банкротом пойдет по миру солнце мексики анти от восхода до заката не на что будет ему яхту содержать и любовниц приводить ужас естественно он не хочет такого конца ужасного поэтому его встречный иск будет много миллионным и он потребует чтобы россия заплатила ему за все его моральные страдания потому что не пускала его к детям ну вот и сейчас он дает массу дополнительных концертов три концерта в испании будет два в мексике еще помню в соединенных штатах потому что ему же нужно будет оплачивать судебные издержки он просто так вот подумал что а если проиграет и его выпало заплатить придется много но в общем он работает россия видимо тоже думает что придется платить и поэтому тоже работает вот но теперь ульям леви давно мы ничего не говорили но тут два известия на тему нашего красавца порадовал женскую публику в кавычках известен что больше не будет сниматься обнаженным точнее с малым количеством одежды вот старый я говорит для этого ну в общем как бы как бы прав хотя если мордочку прикрыть то очень даже ничего тело у него красиво опять же дети уже взрослые как ну не камильфо сниматься вот в таком вот неприличном виде ну а извините когда они были поменьше камильфо было да типа дети маленькие ничего не понимают и когда вырастет вырастут то посмотреть папашиных фоток в таком виде совершенно естественно не смогут ну да и еще одна новость о нем вся команда съемочная новелла латим пистат уверена что увели химена наваретте роман и они все время вместе и ездят на наторные съемки в одной машине и что жители деревни где это все снимается они тоже видят их все время вместе ну кто его знает рейтинги у новелла такие замечательные что мы бы предложили подумать над другим вообще вариантом над романом вилли и сальвадора мехи вот это было бы бомба я считаю что рейтинги подскочили бы просто до 30 пунктов серхио гойри разводится с женой вы представляете да седина в городу без в ребро значит его жена по имени тела филиппини умница и красавица прожили они вместе не тут 25 лет не тут 27 лет у них двое детей а почему не разводятся а догадайтесь трех раз догадались конечно дело в женщину шерше как говорится ля пам женщина молодая и красивая хотя сам серфио все отрицает и говорит что работает просто до упаду ну что все на сегодня до свидания дорогие зрители подписывайтесь на наш канал